Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Привет, Ур. Ур снова молодой. Побрил бороду. Смотрите, как я тут сразу помолодел. Мне в комментарии один написали, что когда Ур уже сбреет бороду, вы, говорит, похоже, как дедушка с внучкой. Ну, на самом деле, комментарии разные пишут. Иногда пишут, что я, наоборот, мама Ура. Иногда он мой папа, и на этом он мой мама. Ну, всего лишь муж и жена. Ничего в этом сверхъестественного нет. Кто-то старше выглядит, кто-то моложе. Хотя, по факту, мы одного возраста. Даже у меня на год старше. Так, значит, мы едем в отель. Снова. Таня не может сидеть дома. Как обычно. Если Таня не может сидеть дома, значит, Ур тоже не будет сидеть дома. Ну, Ура, кстати, тоже жила есть в одном месте, между прочим. Он тоже дома не любит сидеть. Кто-то пишет, что вот, вы уже мужа затаскали. Он хочет просто посидеть дома. Но у нас не бывает, что мы просто сидим дома. Либо Ур куда-то уезжает, либо я, либо мы все вместе. Вот, недавно Ур на рыбалку ездил. Вот, в воскресенье опять планирует Ур на рыбалку, да? Нет. А, не поедете? Ну, отлично. Значит, на елку поедем с детьми. Начались новогодние утренники. Купила билеты на Настю, на Демира, на Керема. В общем, у всех будут утренники. Купили платье красивое Насте. Вообще обалденное. Вот. В общем, мы сегодня едем в отель. Снова. Отель нам обошелся, внимание, 10 евро всего. Даже не 10, а 9,5 евро. Я сама, честно говоря, в шоке. Пока мы сейчас не заселимся и, в общем, у нас не пройдет регистрация в отеле, я не поверю. Как такое произошло? Я обычно бронирую отели на букинге. Ну, чаще всего. Иногда бывает, что на других каких-то сайтах, когда ищу выгодные предложения. Но чаще всего это бывает именно на букинге. Дешевле всего. Вот. Да, букинг в Турции не работает. Я просто подключаю VPN и через VPN бронирую без проблем. И не первый раз уже так ездим всегда. Оплату обычно мы производим при заселении. Там можно выбрать такую функцию, оплатить позже. И обычно я всегда так выбираю, оплатить позже. И по факту уже, когда мы приезжаем в отель, я оплачу. Она подсоединена. У меня туда российская карта. И, естественно, с нее деньги никогда не списывают. Потому что она не работает в Турции. И вообще, наверное, ни в каких странах российские карты не работают. Она у меня просто подключена уже давным-давно. И я всегда там бронирую. И когда стал выбор, куда поехать нам на выходные, мы обычно где-то раз в месяц, иногда два раза в месяц. Иногда раз в два месяца с Уром куда-нибудь выезжаем. Например, мы можем поехать в ресторан какой-нибудь, поужинать. Можем просто куда-то погулять с друзьями. Ну, в общем, это происходит вдвоем, без детей. И спасибо маме, что остается с детьми. Всегда нас поддерживает. Вот. Ну, я говорю, это не часто бывает. Ну, вот раз в месяц точно делаем себе такой праздник. И остаемся. Точнее, уезжаем, детей оставляем с мамой. И когда вот мы начали думать, что мы будем делать, я говорю, мы уже давно никуда вдвоем не ездили. Последнее время, сколько раз мы ездили в отель или куда-то, мы всегда ездили с детьми, с мамой. Всегда берем всех с собой, естественно, все вместе ездим. Но иногда хочется вдвоем поехать, вот когда нету детей, особенно. Мама нам никогда не мешает, а вот дети мешают. Но я не скажу, что дети нам мешают. В принципе, мне и с ними отдыхать хорошо. Но все равно хочется вот именно вдвоем с мужем побыть. Да, потому что когда мы едем с детьми, это всегда нужно, там, подумать о том, чем их покормить. Да, обязательно, чтобы они поели, проследить. Где они, что они, там, в туалет сходили, не сходили. Ну, конечно, со старшими попроще, с Настей немножко посложнее. То есть за ней нужно больше контроля. Вот, поэтому, кстати, спасибо, да, и старшим детям, потому что они всегда с Настей тоже помогают. Если куда-то с ней поиграть, отвезти, привезти, принести что-то. Они всегда помогают, как бы в этом проблем нет у нас. Вот, я не говорю, что с детьми прям суперсложно. Ну, вот, да, как бы с мужем можно. Хочется тоже вдвоем куда-то поехать. Вот, когда выбор стал, куда мы поедем, ну, мы тоже просматривали варианты. Например, там, в ресторан просто вечером съездить. Вот, потом либо просто куда-то поехать. Потом я начала смотреть отели, если поехать, например, куда-то недалеко, и чтобы был, например, только завтрак. Потому что мы когда с мужем ездим, нам, в принципе, не нужно, когда было там все включено, да. Нам достаточно завтрака, ужинаем, мы где-нибудь поужинаем, и, собственно, вот в отеле останемся. Вот, я начала смотреть цены. Цены разные, конечно, можно найти что-то супер дешевое, но это не будет очень хорошее. Лучше дома тогда остаться, чем куда-то ехать. Начала смотреть потом отели на все включено. В принципе, я всегда мониторю разные отели, всегда смотрю на букинги, что есть по скидкам, какие отели есть по скидкам. И уже очень давно стоит отель на скидке, по скидке Сентида Селин. Мы уже были два раза в отеле Сентида, именно в Сиде, который находится. Один раз мы были Сентида, какой мы были? Вот Селин мы были первый раз, потом летом мы приезжали. А второй раз мы были Сентида, он тоже там рядом. В общем, они там, территория отеля большая, кто у меня не смотрел видео, вот расскажу. Там три отеля на территорию. Отель неплохой, это пятерка, все включено, но он не прям супер-пупер такой крутой отель. Ну, нормально, твердая пятерочка. И почему-то зимой в него очень дешево. Ну, наверное, потому что нет людей, нет никого, кто приедет, поэтому цены супер низкие. И на двоих, на выходные, получается, на одну ночь, да, там получается два дня, стоит полторы тысячи лир. Лир, я скажу в рублях, чтобы вы понимали, это около пяти тысяч рублей. И там в евро, да, пятьдесят евро он стоит. Примерно, плюс-минус. Я считаю, что это очень дешево, потому что пятьдесят евро, да, что такое полторы тысячи лир? Вот просто пойти где-то поужинать в ресторан, это будет минимум тысячи лир. Минимум без каких-то, там, например, алкогольных напитков, да, если дополнительно еще брать, это будет полторы-две тысячи лир. Как минимум сходить просто вечером в ресторан, а тут, получается, отель, все включено, то есть у тебя завтрак, обед, ужин, напитки все бесплатно, и плюс ты еще там спишь, да, грубо говоря. И все это стоит полторы тысячи лир, как бы. Я так подумала, что, ну, очень дешево получается, почему бы нам его не забронировать. Предложила Ура, он сказал, да, конечно. Я говорю, вечером поедем, там поужинаем, переночуем, на следующий день позавтракаем и поедем домой. То есть не будем там до вечера оставаться, ничего. Вот, ну, как бы, да, Урска, да, конечно, давай. Потом я начала бронировать, и там такая фишка есть при бронировании, вот кто на букинге, обратите внимание, да, кто бронирует. Там есть, если оплатить позже, то там одна цена, а если оплатить сейчас, то другая цена. То есть если оплатить позже, я выбираю, как я обычно это делаю при заселении, стоит 1700 лир, то есть на 200 лир дороже. А если оплатить сразу, то полторы тысячи лир. И я такая думаю, так, ну, можно попробовать оплатить сразу турецкой картой. Хотя до этого я пробовала бронировать турецкой картой, у меня не получалось. Не знаю, почему, либо мой банк не подходит, либо что, в общем, ну, как бы я не стала там пытаться, да, как-то бронировать. Вот, а в этот раз, думаю, ну, 200 лир дешевле, думаю, давай попробую, почему бы нет. Вот, а я ввожу турецкую карту, и там еще есть такая фишка, можно использовать свои бонусы из кошелька. У меня там были бонусы, потому что мы всегда бронируем на букинге, но я ими не могла воспользоваться. Ими можно воспользоваться только тогда, когда ты бронируешь отель и сразу его оплачиваешь. И опять-таки повторюсь, я никогда сразу не плачу, поэтому, ну, эти бонусы у меня копились. А мы постоянно бронируем через букинг, то есть у меня накопилось там 40 евро. И когда я начала уже попробовать оплатить картой, там можно нажать галочку, да, и оплатить бонусами из кошелька. Я ее нажала, даже не обратила внимания, думаю, ладно, ладно, в общем, все равно не пройдет карта. И я нажимаю оплатить, и тут раз у меня сразу там, там, поздравляем, ваше бронирование подтверждено. И приходит смс-ка от банка, что у вас списали 300 лир. Я на тот момент такая думаю, блин, почему 300 лир списали, вроде полторы тысячи лир стоит. Я забыла про этот кошелек вообще, думаю, странно. И потом уже на следующий день думаю, дай проверю свое бронирование, подтвердилось ли там, сколько нужно будет доплатить, когда мы будем заселяться. Думаю, 300 лир они уже списали. Я захожу на букинг, проверяю свое бронирование и смотрю, типа оплачено там 40 евро из кошелька, типа галочка стоит оплачена. И 10 там, ну 9 там с чем-то евро, типа с карты такой-то, такой-то. Я начинаю считать, то есть 10 евро, это как раз и получается около 300 лир, там 306 лир, ну что-то с копейкой вообще плюс-минус. И тут я понимаю, что оно прошло уже бронирование, что все подтвердилось, и что я заплатила всего 10 евро. 10 евро, товарищи, это, ну вот, сколько-то, 1000 рублей. Я такая думаю, нормально, короче, за 1000 рублей мы едем в отель, все включено. Бегу скорее куру, говорю, ур, говорю, ты знаешь, сколько мы заплатили за отель, говорю, всего 300 лир, говорю, как так получилось. Говорю, и турецкая карта прокатила, и все оплатила, думаю, классно, и воспользовалась своими бонусами, которые, в принципе, лежали без дела. И что самое интересное, за это бронирование я еще получу бонусы в размере 100 лир. То есть они пока сидят, когда бронирование пройдет, то есть мы там уже заселимся, все. Потому что эти 100 лир мне еще вернутся туда, на этот кошелек, и я могу ими воспользоваться потом, в будущем. И получается, что даже не 300 лир, а 200 лир у нас получается наш отдых. То есть это вообще суперкруто. И я знаешь, что подумала, когда мы будем ездить с друзьями, нужно всех бронировать через мой кошелек, через мой букинг, и тогда будет больше бонусов. Почему я всегда бронирую, когда мы едем с друзьями? Потому что проще сразу одновременно забронировать все номера. Мы всегда боимся, что вдруг вот я сейчас забронирую, а на друзей уже не будет номеров, например, или цена будет другая. У меня букинг уже третьего уровня, там есть много-много всяких скидок, каких-то там бонусов. И у меня уже третий уровень, у меня обычно всегда получается дешевле. В общем, мы такие довольные, счастливые, я говорю, классно вообще так получилось. Но я говорю, пока мы не заселимся, и нам не скажут, что у нас все подтверждено, все хорошо. Я не поверю, наверное. Но все равно прикольно получается, поэтому я вот как бы советую. Но опять-таки на букинге я советую бронировать только тем, кто живет в Турции, либо просто там своим ходом приезжать. Потому что если вы думаете купить, например, билеты на самолет и отдельно забронировать тур, то это всегда невыгодно получать. Не тур, а забронировать отель. Это всегда невыгодно получается дороже. Как правило, туры дешевле стоят. Поэтому если вы планируете забронировать тур, вот именно сразу же с перелетом, с трансфером, с проживанием в отеле, то лучше воспользоваться какими-то другими сайтами. Например, как вот я всегда рекомендую Травелату сайт. Там тоже очень часто бывают спецпредложения. У меня вот подруга летом прилетала через Травелату. У нее вообще там копейки какие-то вышли на отдых. И тоже надо отслеживать всегда, какие есть предложения, со скидками какие есть. И можно забронировать реально очень дешево. Вот так же, как и мы сейчас, например, в отель. Мы были недавно в Мега Сарай. Отели мы за день платили 3000 лир. Сейчас же мы приедем 1500 лир всего стоит отдых. Ну, у нас он еще дешевле получается. Я не знаю, что там поменяли. Нам отель тогда, в принципе, понравился. Он был неплохой. Были небольшие минусы. Ну, наверное, зимой там вообще как-то все суперплохо, наверное. Я не знаю. Но я всегда, когда еду в какой-то отель, я всегда готовлюсь к худшему, чтобы потом, наоборот, сказать, что вау, тут так хорошо на самом деле. Ну, это уже по факту будет смотреть. Может, там реально мы сейчас приедем, ни еды, ни воды, ничего не будет. Вот отдыхайте, вот вам номер и все. За 300 лир вот вам, не знаю, там, какой в подвале номер и еды у вас не будет, воды не будет. Не знаю, можем ожидать все, что угодно, но мы такие, как бы, посмотрим. А вдруг нам повезет, вдруг все будет хорошо. Не знаю. Посмотрим, да, посмотрим уже в следующем видео. Ссылки все есть в описании. Обязательно подпишитесь. Есть группа в Телеграме у меня. Есть Инстаграм, подпишитесь на него. Яндекс.Зен также добавляю туда видео. На бронирование турпутевок тоже у меня есть ссылки. Все в описании есть. Подписывайтесь. Буду очень рада. Напишите ваши комментарии. Будем ждать следующее видео, что нас ждет в отеле. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok